всем привет с вами канал белос тв и сегодня у тел блок надо вышел новый ролик который меня сейчас то заинтересовал прям таки прям таки вау неожиданно так россия против сша мол battle о том какая из этих двух стран лучше что я об этом думаю ну каждая сторона мне сейчас нравится обе стороны и россия и сша у них есть так сказать свои плюсы и минусы но какие же такие плюсы и минусы давайте узнаем может быть стоп может быть здесь даже будут некоторые плюсы и минусы которые совпадают с моим мнением об этих самых странах погнали меньше слов больше дел россии сша две мировые сферы державы которые задают направление движения всей планеты у каждого правительства есть своя позиция относительно тех это сейчас был и екатеринбург или иных событий и эта позиция довольно часто если не всегда отличается от взглядов руководства другой страны и все-таки россия по площади больше только может это продолжаться вместе с нашими подписчиками мы решили разобраться в том за каким государством должно остаться право на последнее слово я думаю за обе страны если честно я бы так сделал потому что я обычно выбираю самый нейтральный ответ то есть не да или нет а просто середина между этим да и этим нет вот что хотел сказать и я так думаю что после этого ролика пойдет политический в комментариях будем ждать кто все-таки круче добро пожаловать и крутые и сегодня у нас батл рассловим против сша но пока ржава обвали если вы владеете сайтами так владельцы сайта не надо мне это там тем более платно все чё чё березы мя раунд один душа какой-то смешной и немного стра ну если вы имеете ввиду не быдло то да такое есть я имею ввиду хорошие русские а плохие русские это вот быдло как раз таки слет все в уши ну если говорить про политику а так народ будет только бы помог нельзя пощупать или увидеть верно зато можно почувствовать россия испокон веков была многонациональной страной в которой рядом жили десятки народности разумеется если мы имеется ввиду здесь казахстан белорусы украинцы будем вспоминать силы и времена когда небо было голубое а воздух чище то откопается не нужен инфектов на этнической почве но в понимании большинства типа когда было небо чистое и когда земля ровная было на россии это бывший советский союз и его наследие об этих временах и отношениях людей я хорошо знаю по рассказам деда который четыре года служил в морфлоте по его словам никто никого не гнобил пусть то украине с русский чуваш или киргиз да при украине вот при советском союзе было таки лучше никто ни на кого не собачился все были все были как один единый народ земляне вот тупо вот тупо никто ни с кем не ссорился каждый каждый помогал кто чем мог до того как началась холодная война там уже все пошло-поехало пошучивали друг на другом но не более того сегодня ситуация ухудшилась и россию не назовешь самой терпимой страной это бы так но это не точно и тот факт что она ее жители вообще нетерпимы за часовую прогулку по улице чурок узкоглазок негров и гомосексуалов ты услышишь на год вперед почему но если вы самый терпимый человек которому на все наплевать и которому есть место спокойному разуму то я счастлив так происходит да потому что если русский человек чувствует кому-то неприязнь он так и скажет не всегда так россия так как наша страна больше америки по площади имеется ввиду плюс плюс еще крым взяли и на больше америки и наше вооружение по мощности и выносливости превосходит вооружение америки это скорее здесь никита никифоров ты имеешь ввиду последнюю новость про путина когда он выступал на федеральном собрании и там презентовал типа новые ракеты текстом и без всяких увили они такой же у нас менталитет если любить то сполна ну а если ненавидеть екатеринбург не отпустили в америке относятся к не таким как все но как ты думаешь почему в сша так ратуют за равноправие и чувстве не на руках носят афроамериканцев да потому что еще 60 лет назад в самой прогрессивной стране оплосят толерантности важном финансовом центре нашей планеты считалось в порядке вещей убивать своих же сограждан просто за то что у нее другой цвет кожи вошел из машины потому что я черный проще говоря проще говоря в то время у них была самая натупейшая мотивация цвет кожи блин ничего не не решает по сути ты черный черный цвет кожи белый цвет кожи неважно ты все равно блин человек притом лишали жизни выходцев из черного континента да с ума сошли чё могу сказать цинизма происходящему добавляет тот факт что белое население штатов само же и ввозило их свою страну в качестве рабов черный и плюс и потом однажды марси лютеркинг сказал чё-то рабство как-то не очень давайте мы сделаем как его подпишем акт об равноправии народов чернокожих то есть то есть чернокожие это те же самые белые только другого цвета это примерно так на самом деле я не хочу умничать в этом случае учились с белыми в разных школах жили в гетто использовали отдельный общественный транспорт который был всегда забит по завязку и даже воду пили с разных кранов чтобы не осквернить белых хозяев немногим легче вначале про счет как ты не очень которых тоже заставляли посещать специальные школы для узкоглазых и запрещали вступать в браке с господами страны расист расист убивали и на том спасибо если ты хорошо учил историю то наверняка помнишь что эти самые господа за полтора столетия до начала гонений цветного населения и установки своей власти фактически полностью уничтожили коренных жителей америки индейцев а сейчас они мило улыбаются всему миру параллельно отстраивая стену на границе с мексикой вот такая она добрая американская душа за скажите спасибо дональду трампу ибо это его приказ поставить стену около мексико огромное великодушие русского народа результат первого раунда россия 1 балл сша 0 баллов официально озвучивать результаты сможет сказать 1 0 технический прогресс но одними духовными скрепами сеть не будешь ведь мир не стоит на месте нужно развиваться если конечно страна не равняется на северную корею в этом плане у сша немного соперников нет смысла перечислять сколько всего далее продолжают давать миру американские исследователи и изобретатели можно просто пересказать универскую ситуацию которую попал мой товарищ приехал к ним почитать лекцию русскоговорящий профессор из штатов и естественно сразу же начались шутки по этому поводу мол ну что боитесь нас в своей америке мы ведь сверхдержава и все таком плане это называется понтореска скаим и отвечает поднимите руки у кого есть iphone macbook на ком надеты джинсы или хотя бы просто есть интернет люди удивились такому набору вещей на руки потянули все это все американская теперь ответьте что у вас есть русского ни ху я после казалось бы но это не точно у нас есть герб у нас есть гимн у нас есть то что мы взяли в запада окей ладно убедили слов патриотизм у всех немного поугас поскольку понятно что из русского у ребят были только карандаши и носки с трусами да и то не у всех это отлично демонстрирует успехи всей страны на поприще высоких технологий единственное чем сегодня может похвастаться федерация проще говоря мы не ушли далеко от советского союза поскольку у нас нифига не развивается то что было у америки а именно не у нас вообще развивается так-то но в очень мелких масштабах то есть если был бы в больших масштабах мы бы сейчас бы ездили на машинах будущего типа летали на этих машинах а так фигушки вам на вазах этих до сих пор и могущественной горит армии и вооружением на которая продолжает в бухе хотя бы уж изменили танки бумаги да не разовали например уже самолеты хотя бы так это был бы уже какой-то прогресс а так многие наши подписчики но это россия так как наша страна больше отношения к действительности именно армия сша находится на первом месте с бюджетом в 581 миллиард баксов я не вижу различий между армии сша и армии америки абсолютно то же самое оружие почти одинаковая у них м16 у нас ака 47 читаю икона танки такие же с такими же схемами с такими же стрельбищами самолеты такие же вертолеты такие же корабли такие же все такой же ниже никакой разницы далеко позади все вместе взятые в мире государства обычным же людям сегодня нужен хай-тек они рассказы про военную мощь поэтому америка не забывает развивать и другие отрасли у нас же у нас и просто потому что ничего другого показать не можем у рашки из высоких технологий только вот эта хрень и разработка которой стоила 10 миллиардов рублей смеетесь и говорите что таких гаджетов не бывает потому что их просто никто не купит деточка это россия здесь такие гаджеты не только есть но и купил его именно ты мой неверующий зритель мой дед отвечает навальный я не атеист поверь мне на лозунг надо догнать и перегнать америку отвечает нельзя этого делать потому что у нас жопа голая а ведь когда-то шлюзе этот лозунг был действительно актуален результат второго раунда просто бесспорен огромная пропасть в развитии делать счет россия один балл сша один балл раунд 3 справедливость но все же какая страна россия или сша сильнее самое главное каким образом влияет на весь наш земной шар и всегда ли это происходит справедливо американцы упиваются своим статусом сверхдержавы считают нужным быть в каждой бочке затычкой то же самое можно сказать и про россию которая непонятно зачем лезла в афганистан непонятно что делала в грузии и приднестром да так и скажи да так и скажи да так и скажи россия и сша обе оба это дёгать в бочке меда все ситуация с крымом и украиной которая тянется уже пятый год так и скажи что ты невеликая и могучая не могут обойтись плане справедливости и это страна и вторая страна мы своего участия в различного рода конфликтах и тут и там везде американцы везде запад везде на при том об этом самом участии их обычно и не просят просто нужно решить жириновский сон рюкш вариками вот и лезут везде без мыла короче что другая когда речь идет об их собственных интересах не особо парятся за благосостояние других стран но у американцев есть нечто такое чего нету русский время что с чем они лезут но просто везде это нечто не иначе как доллар 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 грязная зеленая бумажка от зеленой валюты зависит финансовая ситуация не точно такая же как и рубль поверь мне почти все деньги это грязные только в сша но и в каждой стране мир почти к слышал невероятно большом господстве штатов так вот не думал к не берут сами у себя тупо врубая печатную машинку которая управляет частная а не государственная структура маш только еще и слон дал блок нет смотрел american dream это такой мульт есть правда тут саму банковскую систему создал ее какой-то мультипликатор выпустил и на youtube джонку врубают они а страдаем от этого мы да все верно именно мы должны отгребать за их неконтролируемый выпуск бабла а им просто наплевать мучу работа надолго таких действий случаются в первую очередь не в америке из-за чего случился всемирный кризис 2008 до из-за того что проклятые штаты напечатали кучу сильный кризис 2008 и чудо не помню крепленных франклинов не факт что а пусть такая возможность у рф володя сам бы не спустился с престола и что бы не начал печатать бабки но сейчас положение дел такой штаты фактически держат за горло весь мир и довольно часто вреда от их политики больше чем пользы но ты думаешь они сильно переживают из-за этого и считать очень же кипах прикольно по отношению к другим нет сша просто плевать на это все хотели с высокой колокольни поэтому из-за чрезмерно высокого чесла американского правительства и заигравшихся в вершителей судеб управленцев сша результат батла россия 2 балла сша один балл таково было решение подписчиков нашего паблика которые проявили сверх высокую активность в этом голосовании а как у ну все ладно носа россия как-то побеждает но мне сейчас нравятся обе стороны это мое личное мнение может не совпадать с вашим поэтому я специально вас предупредил вот спасибо что мне смотрели ставьте лайки подписывайтесь комментируйте и удачи